Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Особое мнение» 13.06 на часах. Как всегда, мы начинаем наш эфир. И сегодня гость нашей студии, вице-спикер законодательного собрания Марина Сергеевна Сазонтова. Доброго дня! Добрый день! Меня зовут Оксана Ковтуненко. И сразу начнем эфир с важной очень информации. На нашем сайте хакирова.ру, в разделе онлайн-радио нас можно услышать, в разделе веб-камера в студии нас можно видеть. Ну и просили мы всех посетителей нашего сайта задать вопросы, которые есть к Марине Сергеевне. И я думаю, логично будет начать с тех вопросов, которые уже есть на сайте. Их целых три. И сразу несколько касается, собственно, и главной темы нашего эфира, которую бы я хотела с вами обсудить, прошедших в прошлый четверг выборов кандидатов общественной палаты. Первой части в общественной палате Кировской области. Вот у меня к вам вопрос связан с тем, что после заседания законодательного собрания в четверг, вашими коллегами в том числе, уже были озвучены мнения, что процесс выбора новых членов палаты от депутатов вышел несколько политизированным. Вот разделяете ли вы такое мнение? Хочу вам задать вопрос сначала. Вы знаете, я бы сказала, даже не столько политизированным, сколько не совсем этичным. Дело в том, что да, прописано в регламенте, как должно проходить голосование рейтинговое. То есть все депутаты голосуют за кандидатов, кто набирает большинство, идет отбор и уже по, например, с третьего тура уже формируется 12 человек. Но когда Дмитрий Михайлович, человек, так сказать, ушел и достал список и показал 12 кандидатов, которые определены, фракции «Единая Россия», игнорируя все остальные, вот с руководителем не нашей фракции даже не встречались и не обсудили уже о каком-то 12-численном составе. И когда оказалось, что именно эти люди и избранные оказались по рейтинговому голосованию депутатами общественной палаты, то есть членами, я неправильно, может быть, выразилась, да, то вот когда мы выбираем депутатов, нашим избирателям надо понимать, прекрасно могут благотворительностью заниматься, правда, не знаю, из личного фонда или нет, там оказывать всевозможные подарки и так далее, и так далее. А вот как их депутаты голосуют на самом деле, например, против того, чтобы митинги около таких значимых устраивались, или поддерживать капитальный ремонт, тарифы большие, или, например, не голосовать, не поддерживать, что прожиточный минимум не может быть меньше, вернее, МРОД, минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. Единая Россия у нас вот голосует так, что да, видимо, так может быть. Вот когда избиратели будут именно ориентироваться на эти показатели, тогда, наверное, у нас явка будет больше, и более людей разумных в своих поступках будет при голосовании в законодательном собрании. К сожалению, я думаю, что вы со мной согласитесь, у нас сейчас, так скажем, уровень заинтересованности избирателей в том, как именно голосуют депутаты, да, по каким-то конкретным вопросам не так высоко. А вы часто где-то видели информацию о том, как голосуют депутаты? К сожалению, нет. Это ошибка и с массовой информацией, да, потому что, конечно, надо это в печатных СМИ, безусловно, давать, чтобы, абы каждый был избиратель, видел, кто из депутатов, как голосует, его интересов или нет. Да, тогда, наверное, явка повысится у нас, люди будут знать, за кого не надо голосовать, а кого поддерживать, или какие партии. В продолжение темы, тогда, Марина Сергеевна, зачитаем вопрос с сайта. Сергей Медведев задает следующий вопрос. Имеется ли нарушение регламента при проведении голосования за кандидатов в общественную палату Кировской области, так как если не набрали необходимого числа голосов для избрания, то можно по регламенту голосовать до тех пор, пока кандидат не набирает нужного для избрания голосов. Но это, опять же, таки, наверное, вопрос, который вытекает, да, из того рейтингового голосования, которое произошло. Да, безусловно. И я думаю, если бы нарушение правового управления присутствует, оно тут же бы обосновало, что есть нарушение. Но в целом его не было. Формально нет. Формально нет? Формально нет, да. Для галочки все состоялось. Да, по факту получилось. Галочка, отмеченные 12 фамилий, да, они и стали. Да, но мы, наверное, поясним. Мы в том числе с Дмитрием Михайловичем обсуждали в прошлую среду, еще перед непосредственными этими выборами в эфире. И он также говорил о том, что всегда в законодательном собрании голосование происходит фракционно, и там большинство голосов есть у партии «Единая Россия». И каким бы ни было обсуждение, да, то, скорее всего, вот итог будет такое большинство. Есть у нас еще один вопрос. Задал его Сергей. Тоже касается выборов в общественную палату Кировской области. Почему вы решили выдвинуть кандидатом в общественную палату Кировской области Антона Долгих, и почему он не прошел? Ну, я думаю, ответ, почему не прошел, это понятно, что рейтинговое голосование команды не было. Почему? Здесь, в общем-то, у нас, я говорю, вы только что сами подтвердили фракционное выдвижение, но вот выпало как бы на мою долю выдвинуть Антона Долгих у других, так сказать, потому что решали мы это, и не только фракционно, мы решали это и с нашим обкомом партии, потому что фракция тесно работает, выполняет решение партийной организации, обкома партии. Ну, ведь Антон Долгих, насколько мы знаем, не член коммунистической партии, там вообще другой. У нас, во всяком случае, много разных, и во фракции люди, которые не состоят в коммунистической партии, и это нормально, потому что невозможно ограничивать круг только. Мы готовы привлекать людей, которые не дадут и спать, и дремать, во всяком случае, должны быть активные граждане, не обязательно члены нашей партии. Хорошо, спасибо. Марина Сергеевна, вас тогда еще спрошу, вот уже в том числе звучали мнения о том, что тот новый состав общественной палаты, который сейчас наполовину выбран, он не сказать, что новый, то есть там всего на три, по-моему, члена действительно новых появилось. Вот чего вы, как депутат, ожидаете от, ну, будем ее все-таки называть, следующего, да, там созыва общественной палаты, и насколько вообще общественная палата реализовала себя, в том числе в работе с депутатским корпусом, за вот этот созыв? Я не могу отвечать за все направления, которые ведет общественная палата, но в данном случае то, что касается природопользования, экологии и ЖКХ, контакт у нас достаточно тесный был, но не все далеко депутаты могут, которые курируют направления, предположим, другие, наверное, так сказать, о высоком КПД. Безусловно, надо понимать, и очень хорошо, когда присутствуют и депутаты на заданиях тех или иных комиссий в общественной палате, то есть ты уже, когда окунулся и знаешь механизм, как принимать эти решения, приглашаются специалисты, и вот такие, ну, будем говорить, посылы, там, идеи, да, они получают уже более реальную, реальное основание для того, чтобы принимать какое-то решение. Потому что я вот хочу что-то сделать, да, мне говорят, вот это невозможно сейчас сделать, да, а вот какие-то шаги к этому, они вот делаются так. Поэтому, когда в контакте со специалистами, которые работают и в правительстве области, и депутаты, которые являются членами законодательного органа, да, это очень будет на порядок. Удастся ли это всем сделать, услышать ли друг друга, потому что некий такой треугольник возникает, тем более многие вопросы, которые порой поднимаются, они, ну, не до конца обращения, которые идут. Ну, вот будем говорить, большой шум, когда общественная палата, помните, мы были, встретили январь, когда общественная палата, оказывается, поддержала урезание льгот ветеранов. Вот такие решения, как они обосновываются, общественная ли палата, мнение ли это общественности, или это ещё что-то. Поэтому за такие решения надо будет отвечать, и я всегда за то, чтобы автора называли. Ну, автор конкретных, да, инициатив? Угу. Ну, ещё немного вот по этой теме хочу добить. Есть вопрос, там, он несколько может быть такой, не настолько реальный, да, там, в чём-то риторический. Вот насколько действительно общественная палата, да, как институт сейчас на данный момент эффективна? Мы все понимаем, что, скорее всего, там, в том числе для развития демократии, для развития, там, представительности, да, от нашего общества такие институты нужны. Но тут, опять же, мы понимаем, что вот общественников выбирает, там, не общество, да, то есть это, ну, скорее всего, де юра, да, там, представители действительно общества. На деле, вот мы понимаем, как произошло в прошлый четверг, там, список был утверждён, да, там, от фракций, которые имеют большинство. Я думаю, здесь, честно говоря, вот об общественной палате, там, российской или нет, у нас сегодня структур очень много, я вот сразу чуть-чуть отведу. У нас, например, был уполномоченный по защите прав человека, вдруг появляется уполномоченный по защите прав ребёнка, потом появляется уполномоченный по защите прав предпринимателей, теперь, говорят там, давайте уполномоченного по защите прав инвалидов создадим, Следующее, давайте, уполномоченную по защите прав ветеранов. Тогда зачем нам уполномочены по защите прав человека? То есть вот он человека защищает, а все остальные это не человеки. Да, вот так получается. Вот когда мы так растекаемся, и я вот всегда голосовала против не личностей, которые утверждали на эти должности, а против самой схемы, которая существует. Которая финансируется из бюджета. Да, из бюджета, так же, как и общественная палата. Поэтому вот у меня, например, видение какое. Вот сейчас у нас законодательное собрание, соглашение со многими общественными организациями. И вот предложение представителей этих общественных организаций, их участие или их представители-руководители, или кого-то там они направят, в заседаниях комитетов наших. Потому что, если это социальная политика или еще другое, понять, что обсуждает, носить свои предложения на обсуждение в комитетах, не в качестве даже законодательной, там, какой-то инициативы, а сначала в качестве информации ее. Проблематики, да. Безусловно. И тогда уже здесь связка будет очень плотной. Тем более на заседаниях комитетов всегда и представители правительства области присутствуют, или города. То есть создавать еще одну площадку. И когда туда обращаются люди, там вынуждены, например, разбираться на заседаниях общественной палаты, когда человек говорит, нужна температура в квартире, значит, не по общей температуре, да, определять качество этой услуги, а по количеству батарей. Ну, извините, а если у тебя угловая комната, у тебя две батареи, ты должен платить больше? Вот иногда, как бы, идеи, так сказать, и поиски, я понимаю, мы все ищем, но нужно сначала, наверное, и со специалистами посоветоваться. Поэтому для меня очень вот зыбкое понимание, для чего, ну, нужно, галочку, было красивое развитие, так сказать, социальные структуры. Точно так же, как у нас сейчас поддержка некоммерческих организаций, и достаточно большие деньги туда выделяются. И я всегда думаю, вот когда в городской думе, например, депутатам выделяются средства, они могут их распределить с учетом обращений избирателей. Ну, это обсуждается, не то, что он из кармана достает этих денег, он не касается, просто идет, расписывается, так сказать, по-моему, что распределение, да. Всем оно видно, контролируется, и, так сказать, здесь все известно. А вот эти некоммерческие организации, какая из них важнее? И кто там категория? Организация небольшая, там, придумали хороший проект, получает другая организация, не сумела красиво там какой-то проект составить и проигрывает. Поэтому вот это... Я сама руководитель общественной организации. Мы ни разу не обращались ни за грантами, просто нам интересно, мы работаем, и достаточно, я считаю, эффективно. Поэтому могу вот судить о социально-некоммерческих вот ориентированных организациях. Марина Сергеевна, спасибо. Давайте тогда еще один вопрос с сайта сейчас зачитаем, постараемся на него ответить. Добрый день, Марина Сергеевна. Прокомментируйте мнение вашего соратника по партии, Владимира Осетрова, который на общественных слушаниях в мае заявил, что у Дворца пионеров будет стадион имени Ленина, добавив, что он будет платным. Спасибо, Александр. Ну, во-первых, я не присутствовала, к сожалению, на тех общественных слушаниях. Я не могу сказать, в как это сформулировано, было произнесено, сама неверующая, в каком плане, когда я сама не слышала, и иногда фраза может по-разному быть воспринята, в каком контексте. Даже то, что вот здесь платно, например, в других СМИ, когда были встречи, там было сказано, что 4 часа – это вообще бесплатно для всех детей, там без вопросов, если уже кто-то, может быть, или из взрослых, или кто-то еще дальше будут. Как это на самом деле? Но вот я зато, кстати, и противники были наоборот, которые говорили, никакого строительства, забывая о том, что первоначально план, вот в 70-е годы, когда утверждался, Дворец пионеров областной, он и подразумевался с плоскостными сооружениями. Я не могу представить себе ребенка, который, извините, в кружке отсидел, и скромненько, значит, там полтора часа так идет спокойно. Ему надо или портфель подкинуть, или там что-то подвигаться, иначе это не ребенок здоровый. Поэтому там и подразумевались плоскостные сооружения, футбол поиграть, хоккейные площадки, баскетбольные, волейбольные, там теннис и так далее. К сожалению, в 70-х вот не удалось тогда это реализовать в полном объеме. И когда сейчас говорят, не трогайте, пусть там парк остается, но не забывайте, что там и дети вообще-то есть. И дети, наверное, не отказались бы от того, чтобы поиграть в свободное время, 4 часа, о которой там дается. Абсолютно не отказались бы, я говорила за себя, за ребенка, который провел детство в Дворце Пионера, и сейчас. И когда говорится, да, о плате, надо подразумевать, о какой плате речь идет. Потому что если, когда мы говорим о закрытых вот всех этих сооружениях, это денежки немалые, то, что этот аэроспорт нам вот влезает, да, и навязывает чуть ли не круглосуточно работающий бассейн. А когда речь идет о платном, если это символическая плата, то, предположим, там 20-30, может быть, 50 рублей, и ты можешь. Ведь это нужно содержать, прибирать, заливать, то есть кому-то тоже делать. Кто может на себя взять содержание все это? Поэтому окупаемость должна быть другая. О какой плате речь идет? Вот я в этом отношении человек дотошный. Я бы спросила, какие подразумеваются по стоимости и так далее. Так что этот вопрос, он, даже если это прозвучало, я бы назвала телефон 64-96-75. Владимир Иванович сегодня на месте. Спросите, уточните. Я считаю, надо считать из первых уст. И насколько вот я владею информацией, вот я ее поделилась. Марина Сергеевна, если будет стадион, да, вот если там о нем говорится, то все-таки кто его будет делать? Ставить там на баланс? Так далеко не заходило? И далеко еще я не могу сказать, предположим, есть претенденты, но вот то, что терраспорту, я говорила, один из врагов, так сказать, сенаторова, но я всегда ему задавала неудобный вопрос. Покажите, пожалуйста, бизнес-план. Потому что экономика, она лежит в основе. Если раньше это было бы на балансе дворца, мемориала, так, площадка, но сегодня на них навешиваете содержание этого, потянут ли они, это большой вопрос. А терраспорт они так и не могли. Они говорили, да, круглосуточно работающий бассейн, там будут заниматься дети из ближайших школ плавать в бассейне, но нормальный родитель не отправит своего ребенка в круглосуточно работающий бассейн. У нас уже один из бассейнов был, когда фекалии, извините, даже там находились, в круглосуточно работающем бассейне. Поэтому нужно понимать, сегодня экономика и должен расчет. И тогда вопрос, если бы дети из школы, значит, школьники туда приходили плавать, кто оплачивал, мне говорят, город. И тогда говорят, а почему же дети из этой школы, им можно бесплатно город за них оплачивать, а наши дети не смогут. Вы понимаете, сколько вопросов? В основе экономика лежит, а там нет ответов, не было в бизнес-плане. Да, должно быть конкретное предложение. Так и здесь, здесь должно все очень четко, прозрачно, и когда никто ничего не хочет скрыть, он будет показывать и бизнес-планы четко, что планируется, за какие средства и как работать будет. Спасибо. Ну, мы сейчас практически продолжим тему, будем разговаривать снова о парках и скверах. Материал наших коллег наблюдатель.ру. Статья с заголовком. Депутаты ОЗС хотят наложить мораторий на строительство в парках и скверах. Значит, на Комитете по природопользованию снова обсуждалась злободневная тема озеленения города и вырубок, которые происходят, строек, которые претендуют на зеленое насаждение. И вот, как рассказал председатель Комитета Елена Перминова, вопрос о озеленении города поднимается регулярно. И дальше процитирую. Главная проблема в том, что в настоящий момент возможна застройка и продажа ранее зеленых территорий. Поэтому необходимо максимально затруднить этот процесс, вплоть до наложения моратория на некоторые площади. К ним относятся самые напряженные территории, в том числе центр города и спальные районы. Цитата закончена. Вот глава комитета так высказалась. Что вы думаете по этому поводу? Вообще, что может стать итогом, вот, я не знаю, многочисленных уже обсуждений? Мы все говорим, говорим, говорим о том, что да, город уже не такой зеленый. Да, есть стройки, которые, опять-таки, претендуют на зеленое срождение. Люди выходят, собирают подписи. Ну, а, собственно, и дальше процесс продолжается по замкнутому кругу, потому что действительно законодательно возможно такое решение. Дело в том, что да, вот эти лихие 90-е, я бы сказала, и когда кто тащил кто что мог, и кому что позволялось это делать, да, сейчас, так сказать, как грибы после дождя, объявляются собственники территории, на которых, в общем-то, и не предполагается что-либо строить, точно так же, как скверы на профсоюзной, которые с трудом пока удалось отстоять, а что там на самом деле, и что причиной было. Не близкий ли уровень грунтовых вод там, или еще какие-то объективные причины, от которых, которые повлияли на то, чтобы застройщики, так сказать, отказались. Или же это реакция на ту позицию, которую высказали жители, да, общественность. Поэтому здесь надо всегда рассматривать разные стороны. Я говорю, нужно сегодня Фомой неверующим быть, чтобы несколько источников, по крайней мере, не на словах кто-то там пообещал, увидеть, услышать документ, что на самом деле происходит. Вот сегодня, когда выплывают вот такие, да, собственники вдруг на площадке, на которых, пожалуйста, вот сегодня, по-моему, да, на улице Энгельса, где я планировал строительство высотки, сейчас ее ограничили, потому что Кировская городская дума определила зону исторической застройки города. Но я могу сказать, что это было сделано еще в 80-е годы. Я брала интервью для Центрального телевидения, и тогда председателем городсполкома Дзюба была, Анатолий Иванович, вот как раз по поводу того, что определены границы исторической застройки города. А то есть это вообще было? Зеленая зона, это уже было. Но кому-то выгодно было не найти этот документ, хотя секретарь, вот чурушно мне сказали, она жива, до сих пор может быть. То есть люди живы, которые могут это подтвердить, а не мои домыслы. Но кому-то очень хотелось показать, что да не было такой, вот сейчас открыли, наконец-то дозрели. Я, честно говоря, тоже удивилась, прочитав ту новость, не просто даже как журналист, вообще как... Ну, вот, видимо, да, то, что уже какие-то кусочки, так сказать, разобранные и так далее, вот это очень печально. По рекомендации, так как я как раз тоже курирую направление, комитет по природопользованию и экологии, какое пожелание, создать общественный совет при администрации города, которая вот как раз и экологическую проблему посмотрела, в том числе зеленых насаждений. Но здесь всегда две стороны. Те, кто говорят, не надо трогать, ну вот я живу у дворца Первого Мая, ну вот, который у ДНТ сейчас, это место, там, часть кладбища, да, огромные это поля, которые при сильном ветре просто ветки обламывались, они представляли угрозу, их сейчас убрали, посадили новые деревца и, так сказать, ели там, по крайней мере, да. Об этом не надо забывать, что, какие деревья представляют опасность. Следующий адрес, Октябрьский проспект 87-Б. Жители умоляют хотя бы часть деревьев, этот американский клен убрать, потому что они вынуждены жить зимой, еще, так сказать, просвечивают, а летом постоянно с включенным светом и тратят деньги на электроэнергию. Невозможно. То есть, вот мы должны очень разумно к этому подходить. И я очень надеюсь, что совет вот этот общественный, который будет создан, туда могут обращаться, да, как только будут созданы, хотя и депутаты есть, да, с тем, чтобы очень разумно оценивать состояние этих деревьев на пользу, как можно ли обрезку произвести или еще что-то. Или взять аварийные деревья, которые посадили сами жильцы лет 50 назад, сейчас они представляют, там уже часть засохли или еще, их нужно убирать. А каждое деревце, чтобы его вывести, я вот сумму знала 8 тысяч рублей, эти деньги должны найти управляющие, обслуживающие организации, откуда текущий ремонт содержания. Это за счет жильцов должны это все сделать. И я задавала вопрос, у нас есть экологический фонд, в который поступают средства за убираемые деревья. Так вы дайте часть, может быть, средств на то, чтобы можно было поддерживать в состоянии дворовых территориях, потому что сегодня жильцов уже, вот и следующий вопрос там у нас по капремонту, столько уже всего собирают, и повышенные тарифы, и старифы на капремонт, и все другое. Невозможно это выдержать. Но в то же время, когда во дворах деревья падают, или наоборот, все затеняют, это тоже ненормально. Поэтому вот здесь о двух сторонах, как бы две стороны медали. И правильное содержание, и не допускать то, что нужно сохранить. Марина Сергеевна, немного хочу все-таки еще дорасспрашивать вас. Вот это вот общественный совет. Ну, вообще, насколько вы сами оцените реальность, что он будет, и насколько он сможет спасти ситуацию? Потому что я лично считаю, это мое личное мнение, что здесь уже должно быть, в конце концов, волевое решение главы города, который у нас есть. Я ни разу не видела высказываний Владимира Быкова по поводу сбора подписей, народных сходов у парков и так далее. Здесь все постоянно говорит общественность о проблеме. А городская администрация у нас как будто вот каждый раз не слышит об этом. И общественные слушания уже сколько раз собирались. И общественной палатой. И дубль был общественных слушаний, которые проводились у городской администрации, да, по вопросам каких-то застроек. Сейчас вот общественный совет, снова там слово общественный. Я видела бы более, как сказать, КПД, его работы с участием. У нас есть комиссия городской думы по городскому хозяйству. Вот если бы туда входили депутаты, и как раз это было с участием избирателей, когда открыто. Да, непосредственно здесь должны быть простые. В территориальных управлениях. То есть, да, но в такое время, когда туда могут подойти жители, даже в 4 часа, я не знаю, многие ли придут, или пенсионеры, на которых немножко так отмахиваются, приходят одни стриги, да, вот те, кто вроде бы молодежь, не очень заинтересованы, что это вроде не так актуально. Поэтому надо находить, безусловно, это пока только прописано, чтобы заработало, я считаю, вот связка должна быть. Тех же общественных организаций, и очень важно ТОСов. Сейчас их создавали очень много. Председатели советов, домов, они все известные ТОСы. Вот те, кто руку на пульсе держит, что-то появляется, кто-то там пристрой к дому делает, или во дворе там начинают занимать какие-то площадки, вот это как эхолот. Статус, какой им присвоить, чтобы в каком виде они в этот общественный совет вошли, может, там и будет, но это обязательно должно быть открытое заседание этого совета. А все-таки законодательно у вас, как вице-спикер спрашивает, законодательно как-то можно форсировать все? А вот я вам сейчас скажу, к сожалению, у нас создана такая структура, мы можем только рекомендовать и за 131-го федерального закона. Муниципальная власть это сами по себе. И областная не может вмешиваться. Мы можем только, так сказать, с просьбой, пожалуйста. Это то же самое, как мы принимали на уровне федерального закона об использовании копии знамени Победы. Областной закон принят, а муниципалитетам нам приходилось, так сказать, с нижайшим поклоном, пожалуйста, примите свои решения. Вот это еще один зазор, который мешает решении, оперативном решении таких очень знаковых проблем. Марина Сергеевна, давайте прервемся на небольшую рекламу, а позже продолжим особое мнение. Особое мнение на 101FM Продолжаем прямой эфир в студии ведь спикер Законодательного собрания Марина Сазонтова. Даже в эфире мы обсуждаем, настолько она злободневна, все-таки это тема зеленых насаждений. Ну, я думаю, Марина Сергеевна, мы уже перейдем к другим темам, да? Ну что, здесь мы можем уже только... Не, она на контроле держает, безусловно. Конечно, да. Следить, как это будет происходить и, в общем-то, корректировать и следить за этим обязательно. Ну, мы сейчас к не менее, кстати, злободневной теме с вами перейдем в программу капитального ремонта. А вот она уже действует, мы каждый месяц все платим взносы, да, в фонд капитального ремонта, но по содержанию закона и по его механике реализации постоянно возникают какие-то проблемные вопросы и правки. Там только даже здесь у нас в эфире «Эхо Москвы», какие уже только неровности, шероховатости не были найдены всевозможными экспертами. Вот очередная сейчас инициатива одиноких пенсионеров могут освободить от платежей за капремонт, за пожилых и одиноких пенсионеров будет платить муниципальные власти. Ну, там, собственно, логика простая. Если нет наследников пожилого человека, то потом имущество, да, там квартира достается государству, но, собственно, там и государство будет там содержать дальше, да, перераспределять и так далее. Вот вы вообще как относитесь к этому закону, да, и к программе? Вот уже сколько, да, с этого года, да, с января идет? В декабре 14-го. Да, с 14-го. И вот какие, на ваш взгляд, доработки необходимы? Потому что в том числе вот ваш коллега Николай Дубравин законодательного собрания тоже вносились там... Ну, он снял вопрос. Ну, вопрос, да, был снят, но тем не менее он был. Ну, вот вообще много вопросов, да, по этой программе. Я первый раз, да, свою позицию высказываю и говорю, что резко отрицательно отношусь к тому, как, в общем-то, собственников, громко названо, бросили на амбразуру. Почему это так происходило? Когда было выездное заседание правительства нашей области в Кирово-Чапецке, и я проинформировала и видела реакцию членов правительства на то, у нас создана программа капитального ремонта на 30 лет. И когда в этой программе первое, что учитывалось, возраст дома, обеими руками за, понятно, что чем дом старше, как правило, да, тем больше он нуждается в капитальном ремонте. Но второй вопрос, там критерий. Дата приватизации первого помещения в этом доме. А вот зачем она, да, казалось бы? А тут логика. Это методическое указание Минстроя. Вот мы менее ждали, нам обещали, что он приедет, но что-то никак не едет. Вместо него Дворковича собирается, да? А эта дата приватизации означала, у нас был принят 4 июля 2005 года закон о приватизации жилого фонда, где было сказано в статье 16, что перед приватизацией должен быть произведен тот вид капремонта, в котором дом нуждается. Я не встретила ни одного счастливчика, где бы это произошло. А дату приватизации почему-то включили в программу, подразумевая, что якобы там капремонт был. Таким образом, те дома, да, в которых там чем позже, да, получается, да, приватизация, они и позже в очередь. А в каких домах, которые более старые, да, потому что жильцы думали, вот, а стоит ли приватизация? Когда новое ты покупаешь, ты уже становишься собственником. И получается, эти дома, как бы, по критериям, по баллам средним, да, попадают более ранее. Да, вот объяснение. Вот это здесь уже заложено, рекомендации, которые вот Минстрою дали, да, уже такая ловкость рук, я бы сказала. Затем, когда мы собирали средства на капремонт, вот почему объясняю позицию, когда я была в городской думе, не голосовала за это, но тем не менее решение было принято. В течение 2003 года платили почти там рубль с небольшим, на капремонт строка появилась. Первая, кто восстал, прокуратура. Вот там пособирали что-то. Незаконно, в жилищном кодексе не прописано сбор средств на капремонт. А где наши денежки на наш дом? Ну, я никого не подозреваю, они ушли на капремонт, но не нашего дома. И вот когда несколько раз такой вот обман, я по-другому не могу сказать, происходит, недоверие очень большое. И вот по поводу сбора средств на капремонт. Вы сами платите? Я плачу. И вот когда даже со своими коллегами, что не платить, значит, не будем и так далее. А это несправедливо, я считаю, что бросили. Причем еще, знаете, цинично некоторые, даже депутатами еще Госдумы, будучи выступая у нас на заседании, они так говорили, а что вы хотите? Вы теперь собственники. Вот у нас свои дома, мы же никого не просим, мы сами ремонтируем свои дома. И, значит, спрашиваешь, а сколько вы в этих домах прожили? Мы прожили 50, почти по 60 лет, кто-то 30. И когда шла приватизация, было прописано красиво, а приватизация прошла, никто своих обязательств со стороны государства не выполнил. Поэтому это не... цинично просто такие вот бросать, что вы теперь собственники, вы теперь сами и тащите весь этот груз. И в то же время, когда мы живем в доме, в старом доме, и у нас в угловых квартирах там температура до 12 градусов опускается в холодное время, в зимнее стужу, когда нам говорят, так, если вы бойлер не заменяете, то, как это, боливар двоих не выдержит. То есть у вас зимой будет отопление, но не будет горячей воды. Вот летом нет отопления, у вас горячая вода будет. И когда, ладно, ты работаешь, дома не сидишь, да, по крайней мере, только на ночь можно как-то, да, а когда это детишки маленькие, пожилые или инвалиды при такой температуре или расход там газа или еще на отопление обогреватели сами оплачивают то, что им не предоставляется, качественная услуга. Поэтому вот я встречаюсь, хожу в совет дома. Я оправдывать не могу тех, кто нас загнал туда, но спасение рук утопающих получается дело рук самих утопающих. Мы платим, ну, я плачу, да. И мы еще на худший пошли вариант. Вот почему как раз Дубровину мы вот это и объясняли, может быть, одна из причин тоже он снял. Сегодня ведь предоставляется право, что кто не принял решение, а сегодня практически 5% с небольшим, только активные жильцы, которые решили, как они будут, где аккумулировать средства на капремонт, специальный счет. А остальные, извините, привыкли только бурчать, кто-то что-то делает. Собрание трудно собрать, это же 2-3 этих голосов. Найти кто-то сдает квартиру и не живет, а те, кому сдали, они как партизаны не выдадут, кто их собственник, чтобы не подставить владельца. Кто-то вообще квартиру закрыл, уехал. Это очень сложно. Мы проводили собрание в заочной форме, с трудом набрали, провели, это все идет. Но сумма, которая у нас уже закончена, вид капремонта, электромонтажная работа. С датчиком. Да, это сделано. Совет дома из двух фирм, которые предложили, выбрал Совет дома. Не конкретно там Сазонтова, Иванов или Петров, а Совет дома, причем и расширенный. Из двух выбрали, одна давала дешевле, но сразу, в один месяц нужно было считаться. Вторая побольше, но дала рассрочку 6 месяцев. Естественно, выбрали вот вторую фирму. У нас сейчас уже вот заканчивается, в августе мы будем за четвертый месяц платить, а работы уже выполнены. И сумма, они маленькая. Плюс к тем, к 7 рублям, 10 копейкам, мы платим еще 19 рублей, 12 копеек с квадратного метра. Это сумасшедшие, большие деньги. Но, как только мы их выплатили, акт уже подписан о выполненных работах, там доводка еще идет кое-где под датчиком, нас почти на 2 года освободят вообще от платы по тарифу на капремонт. То есть, мы деньги вложили на себя сейчас и получили результат. А вот если, предположим, региональному оператору предписание, у нас просто пожары были, выгорела бытовая техника в одном подъезде, будет предписание прокуратуры, там, не знаю, или суда, что у вас немедленно заменить, региональный оператор смотрит. Деньги-то еще на доме, так сказать, не тянут, их не хватает на то. Он что сделает? Возьмет кредит в банке на наш дом, и мы будем расплачиваться и за кредит, и за проценты. А здесь мы потратим сейчас и сразу на себя. Поэтому вот здесь надо искать пути, как защититься. А то, что открывают спецсчет, и я только бы, вот понимаете, иногда по рукам бьют те же соседи. Вот у нас это сделано, но находятся те, кто говорит. Там Сазунтова, наверное, деньги присвоила, у Сазунтовой оклад там чуть ли не 200, там, тысяч в месяц. А вы понимаете, как, откуда берется? Когда мы пишем о доходах, я уже писала, вот репортер, если кто-то порадовался смерти моего мужа, и я вынуждена была приватизировать квартиру, в которой 56 лет живу, а это идет в доход, и кто-то даже сосчитал, мне даже в голову не пришло, потому что квартира, в которой 56 лет живет, ты ее никак не ощущаешь, ты в ней так и продолжаешь жить. А люди выискивают и подозревают всех и вся, вот как раз в том, вот открывают спецсчет, дом, который могут спецсчет и расходовать вот жители, да, тут же начинают подозревать, на кого открыть спецсчет. Председатель, да. В моем доме тоже такое есть. Вы понимаете, да. Вот вместо того, когда мы проводим совет дома открыто, приходите все желающие, разбирайтесь. Позицию надо обязательно высказывать, резко отрицательная. Но мы сегодня живем в своем доме, если мы не сделаем, значит, будут просто мерзнуть люди, болеть, там инвалидность, а одни будут ходить и бесконечно бурчать. Вот здесь надо понимать, что не надо мешать. Сейчас вот в прокуратуре работают, там уже написаны письма везде. Участковый ходит и спрашивает, сколько вы там Сазонтовой дали за то, что она вас выбрала. Руководитель говорит, так меня и Сазонтова выбирала, совет дома. То есть вот домыслы, хотя все открыто, такие людишки находятся в каждом доме. И вот очень отбивают, вот я с чего начала, там, где появляются люди инициативные, кто-то хочет для своего дома, не для себя лично сделать, да, вот сталкивается с такими доброжелателями, которые, в общем-то, ни себе, ни другим. Хотя я вот, например, понимаю, что когда у нас капитальный ремонт, огромные деньги, да, люди должны вкладывать. Сегодня тарифы повышены. Вот этот капремонт, я имею в виду, да, плюс еще собираются принудительное страхование жилья. Вот мне ощущение, что где-то люди там в облаках витают и никак на землю не могут опуститься, чтобы понять. Опять же, материал там с российской газеты для сравнения. Самый высокий взнос за квадратный метр по закону о капитальном ремонте составляет в Москве 15 рублей, а вот в Петербурге, наш второй по значимости, да, город, 2 рубля за квадратный метр. А вот я вам еще приведу одну цифру. Как происходит расчет? Вот знаете, к сожалению, мои коллеги, мои коллеги, я тоже весь журналист по образованию, выбирают, так сказать, моменты. В Москве надо посмотреть, а кто будет платить эти 15 рублей? Далеко не все. Там категории как раз рассчитаны, точно так же, как и в Питере. Почему? Там доплачивают бюджет. Если есть в бюджете эти средства, не дотационные, они эти деньги вкладывают и правильно делают. Ну, конечно. Потому что обязательства не выполнены со стороны государства, как по обманутым дольщикам. Такие законы, которые позволяли беспредел делать, да, а сейчас мы, как налогоплательщики, вынуждены решать проблему обманутых дольщиков. Так вот, в Беларуси, у меня там и одноклассницы, и друзья живут, у них тоже 15 рублей в переводе на российский, но 10 рублей из этих 15 платит государство. В Крымской области, я насколько понимаю, не дотационные. А у нас никакой дотационности, да. Понятно. Марина Сергеевна, спасибо большое за эфир. К сожалению, еще одну вот именно журналистскую тему мы с вами не успели обсудить, но я думаю, что капремонт важнее. Это было особое мнение вице-спикера законодательного собрания Марии Сазантовой. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Особое мнение на 101FM Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова